так запись пошла здравствуйте друзья вы в гостях уже дозволили константиновича это его сад знаменитый который настолько вызывает противоречивое мнение что ученые решили лучше мы туда не поедем а вдруг это правда тогда придется полностью переходить на новые способы работы а пока желание такого ни у кого не заметил разве что ваулин работает с моими вот этими вот они сеянцы видите вот это мазурский абрикос патриарх тот самый он не выглядит крупным зимой без листьев а вот слева от него саженцы корневые я оговорился не корневые отводки а сеянцы вот такие сеянцы два десятка он у меня купил прошло 12 и теперь он ставит рекорды уже среди ученых с чем я поздравляю но забыл сказать откуда технология технологии не лезть уже с дерева раз и откуда сеянцы и теперь среди ученых он монополист теперь но я остаюсь садоводом любителем вот и работаю только с датчиками если продвинутые садоводы но фактически профессионалов среди нас нет нам больше подходит садовод любители давайте пройдемся по саду есть для этого причина и так у меня для чего я взял вот это вот лак мастика далмата у меня недавно был вебинар когда лишний раз сказал что я занимаюсь весь поздний зимний ну два дня назад и снег лежал это резкое потепление кстати сегодня 29 марта сильно рано послезавтра начинается зима снова и тогда получается что меня упрекнули как-то завалировано мол в это время сильно много мерзлых веток в любом регионе и поэтому заготавливать черенки нельзя ну я попробовал заготавливать вот смотрите видите вот я потом специально когда дойдем что я сделаю специально я специально буду резать на ваших глазах вот если попадется хоть одна ветка даже слегка замерзшая я тут же возьму у меня есть ружье и застрелюсь пока это выглядит так вот смотрите пока предварительно вот это вот вот это вот не просто груша это груша скороспелка мичулина она не считается самым разостойкой а морозы у меня были небольшие несколько ночей до 40 а в целом зима теплые до 30 и редко за 30 что есть то есть не могу пройти закончить этот разговор и так я обнаружил столовую или кафе которая вроде бы принадлежит мышам есть еще понятие грызуны грызуны это как бы шире понятия я в мышах не очень разбираюсь посмотрите вот это груша так вот это груша груша вот и снова груша видите да и чуть дальше вот абрикос мичуринский но далековато и чуть ближе абрикос фаина точнее даже не клон фаины а химера фаины но мы про это говорили сама фаина мертвая вот она видите фаина мертвая а химера оказала дала плоды 40 грамм уже не манджурцы но еще не так уже не фаина и не манджурцы а средние это я просто не мог пройти мимо смотрим сюда что мы видели в прошлый раз но толком не разобрали я был в шоке я был шокирован как можно вот манджурский орех он нависает сюда но здесь не их не было они все были вот за забором там несколько ведер не было собрано я несколько ведер со своей стороны собрал здесь было чисто и вдруг редко-редко вот попадается редко-редко вот он так выглядит странно что не доели а вообще они лучше сделали как эти грызуны невозможно понять умудрились их раскусить когда я молотком бью-бью-бью чтобы добраться до мякоти вот поближе посмотрим вот они зубы вот они все-таки грызли ну как так умудриться чтобы такой мощный орех лопнул да грызли это я вчера не разобрался грызли 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 но у них видимо есть особое умение но где-то у них генетически миллионы лет назад уже откуда вместо мышам грызть манджурский орех который тут сроду не было но любовались это не все и только сегодня обратил внимание что это не вся столовая это не все кафе и не все не ресторан вот здесь не было вообще не было здесь вот самый ближний я их все собрал оттуда плоды до единого потому что они представляли огромную ценность для науки ну лежат потом выброшу а вот это вот получается что и сюда таскали таскали из издалека издалека да и натаскали вот они давайте смотреть представляет ли они еще ценность или нет вот попробуй пойми то ли уже с апреля а ну-ка-ну-ка-ну-ка он нет он сейчас 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 он сходить собрался вот он раскрылся вот эти и есть самое ценное что может только представить сибири и обратите внимание плоды здесь есть и манджурцы вот самый мелкий средний есть вот это уже полу культурный культурный это скорее всего вот вспомню вот откуда сколько этих косточек ужас вот здесь был спилен мною серафим тоже все вроде патриарх самое первое дерево серафима почему спилен вот видите здесь был спилен манджурец так он там был спилен королевский почему это место готовится под молодежь я достал черенки двое мне прислали кажется макаров кажется кажется олег олегович мезинов так еще раз олег олегович мезинов макаров макаров значит алексей иванович и теперь мне нужно место под новое сорта они якобы до 150 грамм посмотрим а что почему стою здесь мы еще будем пни разглядывать вот здесь он дожил до 35 лет вот можно посчитать нет на туристать может быть нет 20 лет 30 у меня памяти нет красиво да можно считать считать и самое главное что можно считать здесь был такой дикий урожай фотографии кино снимал что он рухнул просто рухнул вот урожай был немыслим на нем было видео 30 культурного это чуть ли не рекорд вот но манджурец в африке манджурец его тоже не придерешься совершенно здоровый был уничтожен будучи здоровым но мы еще не в капне изучим вот пень вот пень они это тоже был абсолютно здоровый но осталось сбоку веточка и эти веточки никогда не обрезаю заподлицо вот стоит вот тут вот специально обрез вот так вот все сюда пошел мороз а у меня было так смотрите хорошо сохранилась видите внимание 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 видели вот вот она была да когда я отрезал боковые ветки смотреть вот столько я оставляю это самыми и тогда дерево погибло не от старости нет болезни вот от того что она ну назовем его мало мало ценным вот люблю разглядывать по ней знаете почему я патологоанатом смотрите вот жалко тут не сохранилась вот даже вот это вот хотя сюда немножко мороз попал но тут уж ничего не поделаешь вот но разглядели а потом через несколько копней мы с вами будем делать выводы раз уж возошел вопрос оплях обратите внимание сколько косточек лежит смотрите тут мыши не собирали они таким слоями лежали никому не нужно вот этот момент посмотрели так вот еще показать сколько у нас тысяч косточек никогда не достанется науке потому что они извините за рождение нахер никому не нужны то же время вот они смотрите здесь мыши не собирали это там была столовая вот таким слоем они лежат вот вот это два абрикоса бывшие или это один из них а вот вот здесь я тогда был давно это было лет 30 назад 25 здесь была ветка торчала я ее в эту боковую ветку она была якобы не нужно основной что вот этот и когда его пилишь очень низко буквально ликвидируешь получается вот такая вещь вот такая вещь дерево еще было живо но все-таки вот это характерная она вот это было это цела была это нет она была спилена заподлицо результат здесь настоящий гнойник ради этого я снимаю этот фильм не только ради этого мне главная была цель доказать вот он секатор у меня в кармане мне надо переключаться вот давайте попробуем так итак груша посмотрели полюбовались вот это груша культурная вот это чижовская ну давайте так якобы нам нужно ветка но прошлом году случилась страшная вещь для для меня для торгаша они вместо того чтобы дать просто они дальше расти не стали они ветки цветочные ветки ростовые стали цветочными ну давайте все равно если бы они были бы ростовые я вот так сделал посмотрели допустим она ростовая вот она не годится на прививку но такой бы и связал и так можно ли меня заподозрить том что груша у меня подмерзли посмотрели потом замажу вот абрикосы сюда я буду до заднем это же учеба видите пень до получилось так что он мне не нужно это дерево вот я же показывал несколько мне еще покажу он пень 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 вон вон светлый пень, смотрите вот распилил и спилил он взял выброс не спросился у меня тогда решил не я не буду его второй раз выпиливать я на него привью тогда мне надо проверить его все-таки вон это же рекордсмен по моростойкости, а может это все вранье. Смотрим, годится ли он на прививку. Во-вторых, я умудрился десяток таких веток срезать, вот таких вот, и хочу их продать вам. Почему? Это для испытателей. Каждый год несколько веток покупают, но с каждым годом все меньше, потому что таких людей все меньше. Что у меня прелесть? Привил на сливу, на терн, на алычу, на абрикос, взял вот эту ванжурскую ветку, казалось бы, дикую. Через два года она вступит в плодоношение, и у вас будут свои. Вот такие вот, и вот в таком количестве. Сейчас покажу, где это место самое такое характерное. Вот видите, вот это вот не было мышами собрано. Они просто лежат себе, никому не мешают, никому не нужны. Вот для будущего, поняли, да? Это для будущего лиционера. Убедились в том, что она чистая, что она не замерзла, и замерзать не собирается. Но я ломаю и выбрасываю по одной причине. Вряд ли уже кто-то что-то купит. Ну, у меня есть десяток, ладно. Вот, пойдем, познакомимся с моим помощником. Вот здесь на костре сгорают, в том числе, я говорил, Королевский тоже это, спилил парочку. Сгорают ветки, с которыми нет цены вообще. То есть, ветка у меня стоит 150 рублей, весенняя цена со скидкой. А на самом деле, вот им цены нет. То есть, скажи, 1000 рублей, неправда, может быть, 10 тысяч, но уже ближе к истине. Это по большому счету, если серьезно относиться. Вот, вот, косточки видели. Вот они сжигают, он, будущие эти самые, несостоявшиеся. Вот, все идет в костер. Ну, о качестве мы говорили, еще что-нибудь. Вот это вот, я, ой, веточку не, веточку я одну забыл замазать. Вот это вот. Вы видите, особый абрикос, когда-то он был Серафимом. Ну, давайте, допустим, вот эту веточку можно использовать на прививку. Вот. Но я пока не буду трогать, вдруг кто-то приедет, купит на месте. Почему? Это уникальная вещь. Серафим. Ну, это уже не Серафим. Плоды абсолютно изменились. Тогда давайте смотреть, как он пережил. Ну, пережил лет ему 15. Вот. Подмерся или нет? Вот цветочные почки. Давайте вот так вот сделаем. Ладно, пожертвую. Вот так. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Живы? Нет? Ну-ка, смотреть в глаза. Живы? Сюда смотрим. Сюда смотрим. Жалко без помощника. Не ругайте меня за то, что у меня нет этого оператора. Я же говорю, прежде чем сказать на имя оператора, пришлите мне денег, чтобы я нанял. Вот. А то, получается, тысячи фильмов и все за мой счет. Приходится экономить, в данном случае, на качестве. Видели? Живое. Ну и, наконец, делаем так. Все. Итак, речь идет. Я не для вас эту бирку вешал. Эта бирка здесь висит много лет. Итак, с абрикосами разобрались. Персики на том участке. Ай! Нет, тут они. Я имел в виду привитые. Мы сейчас с вами на непривитые идем. Итак, еще раз познакомлю вас с самыми образовательными в мире персиками. Кстати, посмотрите, какой страшный вид у слива сувенир Востока. Роскошное дерево. До десяти. Это сейчас кажется, оно маленькое. Оно изуродовано. Половина веток сухих. Я с него взял сотни черенков и фактически его убил. Видите, что стало. Единственное, что я не делал обрезку на кольцо. И благодаря этому еще нас несколько вырожаев. Будете сомневаться. Смотрите. Видите? Жив хворилка. Теперь идем на персики смотреть. И я до конца докажу, что если уже у меня персики адаптированы, посмотрите, как они к весне выглядят. Многие говорят, что за краска такая? Что же нам прислали? Почему красные? Посмотрели. Но мне надо так отрезать, чтобы что-то вам на прививку пригодилось. Сейчас поищу. Поищу. Мне надо по длине веточки. Ну, честно говоря, самые длинные я уже успел срезать. Такие, как бы, самые качественные. Чтобы в следующем показать вам, что они живы-здоровы. Ну, давайте вот эту срезаем. Итак, вы видите, раз, два, три, четыре полноценных веточки на прививку. И тогда мы, чтобы выбросили снизу. Да, если это трехлетка, значит, пережила две сорокнадцати зимы, я не шучу. А теперь росты последнего года. Так, предпоследнего. И вон, в самом низу. Вот. А до этого... Ой, не будем историю. Итак, делаем ради четырех веточек на продажу. Смотрим. Ну, вот она. Итак, мы имеем абсолютно живой персик. Вот. Мы имеем абсолютно живые черенки. Внимание. Видели? Ну, так как верхушечка будет отрезана, понимаете, да? Вот эта часть. Давайте здесь посмотрим кору почек. Кора. Значит, смотрим сюда. Смотрим на кору и на почки. И так свершилось. Не забыть бы мне эту ранку бы потом замазать. А то дерево будет худо. Вот. А теперь смотрите сюда. Я тут стремянки вот эти вот срезал. Видите? Это чернослив. Ой, какое чудо. Ой, какое чудо. Эти веточки вам проданы. Так. Посмотрите. Похоже они на замерзшие. Я их еще не замазал, потому что не хватает рук и сил. Видели? Чернослив будем резать? А? Или вы так поверите? Что он живой абсолютно. Вот. Посмотрите, как выглядит груша лада. Смотрите внимательно. Можно не стоит резать. Вы поверите, что она абсолютно живая. Вы уже глаз набиваете. Уже у вас глаз теперь становится профессиональным. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка.